Пока большинство игроков печет печенье вместо того, чтобы воевать с ульем, кабал и падшими, другие добивают или только начинают выполнение квестов на ритуальные, они же сезонные пушки. В этом сезоне пушки есть не только у Гарнила, Гамбита и Авангарда, но и у Железного Знамени. О нем мы может поговорим отдельно, если он окажется интересным луком. Нет. Но пока я расскажу о своих впечатлениях от трех ритуальных пушках, о квестах на них и о том, можно ли их где-то применять выгодно. Ну и ты знаешь, да? Меня зовут Джонни Лейни и я рад видеть тебя на канале Трипл Вайп. Дробовик Питон, который мы получаем у главного змея в городе, Скитальца. Пистолет Сарыч от Авангарда. И линейно-плазменная винтовка Комода ФР-4 от любимого Шакса. Прикиньте, с момента начала сезона прошло всего ничего, а все эти три пушки были мной получены уже после первой недели. Да как наверняка многими и из вас. Кстати, поставь вот сейчас лайк, если уже получил хоть одну из этих пушек. Рекордно короткие сроки получения сезонного оружия у нас получились. Все из-за значительно упрощенных квестов. Первой пушкой я получил дробовик из Гамбита. На самом деле режим меня изрядно достал за время сезона Скитальца. А потому с тех пор я всячески старался избегать попадания на поле боя Кабал, Вексом или Улью. В том сезоне я получил пистолет-пулемет Скитальца первым только по той причине, что хотел в начале сезона отмучиться и больше не заходить в Гамбит. Вот и в этот раз так же. Мы с командой залетели и за вечерок добыли себе по новому дробовику. Затем буквально так же за несколько часов выбили Комода из Гарнила, вооружившись арбалетами. Ну и потом самое простое, час в плейлисте налетов, вооружившись сайдармами и вот уже и третья, последняя ритуальная пушка, точнее пушечка, уже у нас. И вот вы за три дня, грубо говоря, получаете все сезонные пушки и задаетесь вопросом, а зачем так сильно упростили квесты? Разве не лучше было, когда на протяжении всего сезона, просто планомерно заполняя прогрессом карточки из разных режимов, получали в финале сезона новое оружие? Нет, не лучше. Не помню, говорил ли я это на стриме или в каком-то из своих старых видео, но разве так и не должно быть? Начинается сезон, новый сезон, вам выдают квесты на новое особенное оружие, вы получаете его за небольшой гринд квест и весь сезон его и используете, ну в идеале. Потом им на смену приходит новое оружие, на мой взгляд эта модель работает как-то лучше. Ну, это все субъективно, мое мнение. Сейчас мы прервемся на рекламу и продолжим. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте снизились цены, появились новинки сезона рассвет, такие как подъем силы до 970, ритуальные пушки и новые экзоты, прокачка обелисков, солнечные часы и многое другое. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты, все можешь проверить сам. А по коду triple wipe действует 15% скидка на все услуги. Ну, а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Итак, к делу. С чего хочешь начать? Да давай вот прям в том порядке, в котором я их получил. Дробовик питон. Для его получения вас попросят набить 500 убийств в гамбите из любого дробовика. 125 из них должно быть сделаны на предельно близком расстоянии, фактически в упор, и набить определенный ранг бесчестия. Пару советов на этом этапе. Убийство стража считается за 10 убийств. Так что если у вас все ок со вторжением и вы инвейдер от бога, то вам будет чуточку проще. Используйте дробовик лорд волков для эффективного убийства игроков или буксировочную пушку для мгновенного сдувания сразу пачки мобов. Не забывайте подходить к противнику в упор, чтобы прогресс в задании шел стабильно, но при этом не лезьте на рожон. Не нужно рисковать ради кила, умирать и тем самым руинить игры своей команде. Особенно если играете со случайными напарниками в подборе. Набор перков на дробовике очень даже ничего. Переполнение или питающая ярость в первой ветке на выбор. Либо щитовая дезориентация и двойной удар во второй. Я как видите расставил перки вот так. Переполнение и двойной удар. Для пве, а в особенности для такого динамичного режима как гамбит, такая связка будет показывать себя очень круто. Перезарядка вашему дробовику практически никогда не понадобится. А с перком двойной удар вы легко развалите жирных мобов с желтой или оранжевой полосой жизни. Щитовая дезориентация вроде неплохой перк на бумаге, но уж слишком ситуативный и работать будет только против мобов с пустотными щитами. Да еще и в тех сценариях, где есть противники рядом. Чего не скажешь о питающей ярости. Он крутой во всех смыслах. Какую бы пушку вы не фармили, почти в любом случае питающая ярость будет вам очень в тему. Дробовик питон отличный. Отличный шотган для пве. Вам не нужно выбивать гадрол на другом дробовике. Не нужно фармить налеты или арены в надежде на хороший набор перков. Нужно просто выполнить квест от скитальца. Самый короткий квест от скитальца за все сезоны. И тогда в вашем распоряжении окажется отличное оружие, которое вполне может плотно засесть в нашем наборе снаряжения на долгое время. Как минимум на сезон. Так что если вы думаете с чего начать поход по ритуальным квестам, когда у вас мало времени, начните с питона. Далее пистолет сарыч. Маленький сайдарм, названный в честь опасной хищной птицы. Насколько он тебе нужен? Давай посмотрим на перки. Ролл выглядит многообещающе. Изгой и с четвертого раза получится в первой. И новый перк Осмос и Рубака во второй колонках. Осмос появился в этом сезоне. Использование способности гранат меняет тип урона, наносимого оружием на соответствующий вашему подклассу. Звучит круто! Особенно для каких-нибудь активностей с блокировкой снаряжения, типа сумеречного налета или охоты на кошмаров. Пистолет у нас первый слот, то есть сам по себе по умолчанию не обладает стихийным уроном. Но благодаря этому перку, он может выручить вас в битве с мобами в щитах. Кидаете гранату, меняете тип его урона, пушка будет работать в таком режиме до тех пор, пока вы не уберете ее в кабуру. Вы можете отстреливать весь магазин и перезарядиться, но эффект перка останется в силе. Интересный перк, но уж очень ситуативный. Он может работать в сложных активностях, как я уже сказал. Но у нас там в первый слот обычно берется бремя Идзанаги. Так что перевес в сторону экзота просто не дает шансов другому оружию на данный момент. Соответственно, обращаться к Сарычу мы будем в другом типе активностей. Попроще. Там, где нет таких жестких ограничений по снаряжению и нет настолько мощных противников. А в таких активностях лучше выбрать другой перк. Рубака. Рубака это тоже хит сезона. Я уже рассказывал о его пользе в видео про замену Паука Отшельника. Я обожаю этот перк. А потому и на этом сайдарме выбрал в настройках именно его. Получение пистолета займет у вас от силы час. Бегайте плейлист налетов с друзьями, вооружившись крысиным королем. И все у вас будет проще некуда. Однако будете ли вы его использовать? Сайдармы не воспринимаются всерьез. Какой бы хороший набор перков не был на пистолете, игроки всегда предпочтут ему пистолет-пулемет или револьвер или автомат. Что угодно. В пвп возможно найдутся любители экзотики, но там нужен уже совсем другой ролл. Так что я для себя его выбил, но достал его один раз из хранилища, чтобы записать это видео. Ну и комода FR-4. Линейно-плазменная винтовка в третий слот из гарнила. Обычно пушка с пвп арен самая желанная. Оружие шакса всегда выделялось на фоне других сезонных и ритуальных достижений, но кажется не в этот раз. Главное ее достижение в этом сезоне, а она заставила всех игроков использовать арбалет в гарниле. Экзотическая линейка встречается в каждом матче. Поиграл такой в гарнила перед сном, закрываешь глаза, и тебя мучают кошмары. Кроме того, даже после получения награды многие продолжают играть с арбалетом, поскольку не все читали патчноут, помощь прицеливания на всех линейках чуть увеличили в этом сезоне для средней и дальней дистанции. Это позволяет играть с ними вполне комфортно. Баланс они не ломают, когда в матче не все поголовно с арбалетами, то не так они и бесят. Набрать ранг славы отвага в плейлисте выживания за вечер под силу любому игроку, кто хоть иногда в сетевые шутеры включается. Ну а набить убийство в голову и 125 килов в общем помогает арбалет, как я уже сказал. Тоже дело одного вечера, как и любое другое задание в этом видео. Из дополнительных подсказок к тому, как проще выполнить этот квест, трюк с подбором патронов для линейно-плазменных винтовок. Берете арбалет, берете любую линейно-плазменную винтовку в третий слот, затем вам нужно в ногах установить моды на сборщик боеприпасов для плазменных винтовок в один слот и на сборщик боеприпасов для линейно-плазменных винтовок в другой слот. Именно в таком порядке, кстати. После чего в пвп при подборе зеленой пачки патронов вам будет даваться по плюс одному патрону в слот арбалета и плюс одному патрону в хэви слот тяжелых патронов. Таким образом квест станет еще проще, наверное. Перки концентрация и движущаяся цель в первой колонке и глаз бури и размеренное дыхание во второй. Все перки так себе, на мой взгляд. Может я конечно чего-то не понимаю, я же практически не бегал с линейками никогда. Концентрация до этого не попадалась на линейных винтовках, так что комода тут первая. Как и первая по времени заряда, она самая быстрая в своем роде. Что же касается моих впечатлений, ну как бы это помягче сказать, бесполезный кусок пикселей. Она в третий слот. Третий. Когда мне сказали, что в этом сезоне будет линейка в гарниле в качестве сезонной пушки, я подумал, что ого, чего-то необычное во второй слот, а может даже в первый. Но потом вспомнил, что это же теперь не сезонное называется, а ритуальное, читай обычное оружие. Так что конечно она в третий слот. Где никто ее в своем уме не выберет для похода в гарнила. В этот слот у нас есть пулеметы, катушка, правда, что угодно. Ну уж точно не линейка. В ПВЕ урон от нее прям хорошего ждать не приходится, особенно в серьезных активностях. При наличии новой линии на песке, особенно странно было бы советовать эту винтовку в битвах с мобами. Так что для чего это оружие в игре, я не понял. А инструкции по эксплуатации в комплекте не идет. В общем да, по значимости Питон, Сарыч, Комода. Если у тебя супер ограниченное время на выполнение квестов, то этот же список можно рассматривать как приоритет последовательности получения пушек. Но повторюсь, в этом сезоне все квесты супер изи и на мой взгляд это неплохо. Спасибо за просмотр, Страж. Не забудь подписаться на канал, у нас тут уже полноценная дорога к 100 тысячам подписчиков. Так что присоединяйся и счастливо.